Была опубликована статья в интернет-гадетах, которая называется «Известие науки». Ее опубликовал доктор физико-математических наук профессор Савин. И он говорит о том, что электромагнитное поле Земли – это единственное поле, которое обладает памятью. — Насколько мы, как люди, влияем ли на это поле, не влияем ли на это поле? Что происходит здесь? И почему вообще влияние электромагнитного поля Земли на все живые существа настолько огромное? — Леночка, вы знаете, кто мы? Мы – это такая емкость маленькая, а внутри электролит. То есть полярная жидкость, которая под влиянием магнитного электрического поля, неважно какого там, она меняется. Если человека посадить в магнитное поле, то все его диполи, все эти внутренние, все это начнет перемещаться в соответствии с этим полем. И видите, всякие сегодняшние новейшие медицинские приборы, эти топографы всякие – это все основано на исследовании магнитным полем внутренних наших органов. И таким образом мы можем действительно сделать великий большой шаг в диагностике. Человек – это мешочек, знаете, вот как пластиковый мешочек, а внутри него химический химраствор и больше ничего. Вот это человек. Поэтому на нас электрические поля, магнитные поля влияют просто невероятно сильно. Мы меняемся мгновенно. Поставьте меня рядом с каким-то хорошим магнитом. Вы мне можете стереть память. Значит, это правда. Как в компьютере. Вы можете меня наоборот заплюсовать или заминусовать, и все мои реакции пойдут в какую-то сторону, другую. Вы можете нарушить все, что… Сердце мое работает на электрических импульсах. Мозг работает на электрических импульсах. Даже сердце само по себе, его материя, его мясо, что называется, оно обладает таким искусственным свойством, что вырабатывает само по себе электрические импульсы и само себя может завести. То есть мы, по сути дела, вот этот вот электролит, в котором существуют всевозможные электрохимические реакции. Ну как же мы не можем быть свободными от воздействия электромагнитных полей? Самое главное для нас – это электромагнитные поля. Ну вот, значит, правда то, что ученые исследовали, что были периоды в истории, когда электромагнитное поле Земли настолько ослабевало, что оно практически исчезало. И это было связано с тем, что в некоторых регионах у них стиралась память, стиралось сознание. Как следствие этого, конечно. А на Солнце какие вспышки и так далее. Сейчас они маленькие. Мы только говорим о том, что вот, вспышка на Солнце. Мы не представляем, какие могут быть. Могут протуберанцы достигать Земли. Если не своим выбросом, то своим электромагнитным выбросом. Причем таким сильным, что выйдут на Земле вгновение все средства связи. Весь интернет, вообще все. Мы зависим от наших полюсов и от воздействия, электромагнитного воздействия Солнца. Это самое сильное воздействие. Почему, кстати? Почему, во-первых, самое сильное воздействие? Почему вообще Солнце себя ведет в такое? Потому что, если другие воздействия, они медленно протекающие, то это воздействие, оно очень быстрое, мгновенное. И распространяется, пронизывает нас и вызывает мгновенные реакции. Мгновенные. Я могу почувствовать... То есть, как вы говорите, можно стираться память. Это на самом деле так. А что же во мне память? У меня электрическая система, внутри которой находится память. Электрохимическая система, внутри которой комбинируются там диполи, всевозможные элементы, и они на память. Что такое атом все-таки? Плюс и минус. И минус. Что такое вообще молекулы? Плюсовые и минусовые качества группировки, которые соединяются с определенными, с другими. Знаете, валентность эти. Внешние электроны и так далее, свободные радикалы и так далее. То есть, все это электричество, все это электрохимия.